Привет, ребятушки! Вы готовы услышать 10 цитат из ужастиков, от которых вам сегодня точно не уснуть? И подумайте хорошенечко. Если да, то не переключайтесь. Меня зовут Настя, и это канал Puzzle English Life. И первый в списке у нас фильм Silence of the Lambs. Молчание ягнят. Ммм, ням-ням. Достаточно аппетитно звучит. Я прямо уже вижу Ганнибала Лектора в роли ресторанного критика. Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. Договорились. В следующий раз беру тебя с собой. Переходим к фильму The Shining. Сияние. Что ж, Джонни, мы все очень рады видеть твое лицо. Вообще, улыбка Джека Николсона в любом фильме мне всегда казалась какой-то дьявольской. Ну, а вообще, я считаю, что это просто вандализм. Была хорошая дверь, нет, надо топором прорубить дыру. А теперь давайте вспомним фильм Frankenstein. Frankenstein. Это культовый момент фильма 1931 года. Когда Frankenstein оживает, его создатель Виктор, наверное, раз 200 самозабвенно произносит фразу It's a lie. Конечно, жаль, что Frankenstein получился не таким уж миловидным и достаточно замкнутым. Возможно, он бы и сумел приспособиться к жизни в обществе. Ну, куда же мы без фильма So, Пила? Ну, никуда, конечно. Кстати, все ли помнят, как звали эту куклу? А эту милаху зовут Билли, если что, если кто не знал. Кстати, Джеймс Ван, режиссер этого фильма, впоследствии признался, что большинство пугающих сцен Биллы, по крайней мере, первой его части, были основаны на его детских кошмарных снах. А на пятом месте у нас A Nightmare on Elm Street. Кошмар на улице Вязов. Это факт, что Фредди потрепал нервы многим детям в 90-е годы. Я, например, не боялась уснуть, но чтобы ночью встать, попить воды, нет уж, спасибо, я лучше буду лежать, лучше я иссохнусь и превращусь в мумию, чем я пойду по этому темному коридору. Ну, а вообще, Фред, классный прикид. И шляпка в тему. Морщинки не так обращают на себя внимание. На шестом месте цитатка из Изгоняющего Дьявола. Действительно, сегодня такой прекрасный день. Чем бы заняться? Ходить на йогу, приготовить обед, прочитать книгу, прогуляться, ну, или поизгонять дьявола, например. Child's Play. Детские игры. Ну, прямо классика ужастиков. Но вообще, Child's Play это еще и устойчивое выражение, которое переводится как ерунда, пустяки, легче легкого. По одной из версий, этот фильм ужасов навеян реальными событиями, которые имели место в середине 80-х годов. Стоявшего в очереди за детской куклой Cabbage Patch для своего ребенка, мужчину убил хулиган, которого тут же застрелила полиция. Ну что, вы все еще На восьмом месте Psycho, психо. Легендарный фильм Хичкока. Кстати, интересный факт, что для записи звука ножа, который проникал в плод человека, был использован звук ножа, проникающего в кассабу. Это такая зимняя дыня. И, кстати, для крови в сцене в ванной использовали шоколадный сироп. Так что она была совсем не красная, а коричневая, но на черно-белой пленке это выглядело так, как будто кровь густо красного цвета. А теперь поговорим о фильме Брэм Стокерс Дракула. О Дракуле Брэма Стокера 1992 года. Сердечное спасибо, мистер Дракула. Теперь я знаю, как назвать любителей хорошо провести время на лавке. У меня под окном 2 часа ночи. Children of the Night. И последним в нашем списке сегодня будет фильм Scream, Крик. Кстати, если будете внимательно смотреть этот фильм, обратите внимание, что уборщик в школе, которого сыграл режиссер фильма Уэс Крэйвин, одет в костюм Фредди Крюгера из «Кошмара на улице вязов». И вообще в самом фильме Крик очень много отсылок к другим ужастикам. А еще очень интересно, что именно после этого фильма продажи телефонов с определителем номера возросли чуть ли не в 3 раза. Какая цитата вас больше всего впечатлила? Об этом вы можете написать в комментариях. И, кстати, чтобы смотреть все эти фильмы в оригинале, вам бы лучше попрактиковать восприятие английского на слух. И это вы сможете сделать на сайте Puzzle English, просто перейдя по ссылке. А с вами была Настя. Пока-пока!